Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня в железном подкасте я покажу и расскажу, как модифицировать биос китайских материнских плат на сокете 2011, чтобы после этого можно было запускать память на частотах до 1866 МГц. К этому выпуску канал поддержали зрители с позывными Александр Факеев, Мазл, Протопоп, Мистер Сквидий, Александр Михайличенко и Олег Зе. Спасибо вам, ребята, за поддержку канала, сейчас будут вопросы и ответы, кому не интересно, мотайте на указанное время. И еще сразу сообщаю, что уже на стадии монтажа ролика я получил еще несколько донатов с вопросами и сообщениями, их разберем в следующих роликах. Александр, если есть 50 тысяч, не надо их вкладывать в свой компьютер, проще собрать ПК за 50 тысяч рублей, что лежит в описании к этому видео. И все, это будет отличный ПК, на котором можно играть в любую современную игру в Full HD на высоких настройках вообще без проблем. А свой комп просто целиком продай и все. Поторопись, желательно заказывать как можно быстрее, чтобы до нового года успеть получить посылку и получить, в общем так, сниженный налоговый порог. Мазл. Да, читерасы в нынешней версии игры уже замечены, причем не голословно, они в открытую хвастаются своими читерствами в ютубе, именно в 0.12 версии игры. То видео, что прислал ты мне в сообщениях, я бы не сказал, что там было читерство, на мой взгляд там не более чем смерть от критического ранения, то есть перст своего приятеля получил серьезное ранение и умер через секунду именно из-за него, когда уже вошел в комнату. В этой игре персонаж не обязательно умирает сразу после попадания пули, как и в жизни. В зависимости от степени тяжести ранения, тут смерть может наступить не сразу. Но повторюсь, читеры в игре есть. Протопоп. Нет, стабильных 60 фпс точно не будет. Из-за низкой частоты памяти имеет место слишком низкая пропускная способность памяти. Это приведет к фризам, статорам и просадкам, особенно в моментах скопления ботов, там либо в моменты активных перестрелок, взрывов и прочих быстрых данных, которые надо обрабатывать процессору. А для того, чтобы он успевал все это обрабатывать вовремя и вовремя подготовлять кадр для видеокарты, надо, чтобы ему вовремя для всего этого были предоставлены данные. Вот именно этого и не будет из-за низкой пропускной способности оперативной памяти. Подробности про проблемы сокета 1150 я говорил в вопросах и ответах номер 36. Мистер, значит материнская плата сумела сама подобрать все, что нужно для этой памяти, либо, возможно, она изменила напряжение относительно того, что было зашито в профиле, поэтому и показывает, что профиль не активирован, потому как некоторые настройки ему уже не соответствуют. То есть некоторые настройки, в частности напряжение материнка могла подобрать по-своему, поэтому уже несоответствие профилю и привело к отключению самого профиля. Но главное, что память работает на нормальной частоте и с нормальными таймингами. Александр Михайличенко и ОЛХЗ молча поддержали канал. Спасибо вам. Спасибо еще раз всем вам, ребята, за поддержку канала. Переходим к основной теме ролика. Итак, в одном из железных подкастов, где я собирал ПК за 20 тысяч рублей, ссылка на этот ролик будет в описании, я показывал материнскую плату X79 Turbo на сокете 2011 и говорил там, что прошил мод BIOS, чтобы можно было запускать память на частоте выше, чем 1333 МГц. После этого стали поступать вопросы о том, как это можно сделать, так как у многих сейчас есть китайские платы на сокете 2011. И на всех платах, кроме некоторых хуананов, память как бы ты не выставил, все равно по факту работает только на частоте 1333 МГц. Перед тем, как мы приступим к модификации BIOS, хочу вас предупредить, что все, что вы будете делать, делаете исключительно на свой страх и риск. Поэтому в случае каких-либо проблем не надо винить меня. Не получится что-то у вас может только если вы допустите ошибки во время повторения за мной, то есть только в случае вашей личной невнимательности, в которой я никакой вины не имею. Так вот, для модификации BIOS требуется загрузочная USB флешка с простейшим DOS и программой AfoDOS. Сделать загрузочную флешку можно с помощью программы Rufus. Запускаем Rufus, выбираем флешку, ставим вот такие настройки, как у меня на экране и нажимаем старт. Я этого делать не буду, потому как флешка у меня уже давно подготовлена. Кстати, имейте ввиду, с флешки у вас все удалится, поэтому желательно брать ту флешку, на которой нет важных данных. После процедуры распаковываем архив AfoDOS и кидаем все это в корень флешки. Так, загрузочная флешка готова, теперь надо слить дамб BIOS с нашей материнской платы, на всякий случай. Для этого подтыкаем нашу флешку в компьютер с китайской платой X79. Запускаем компьютер и заходим в BIOS. Там в разделе BOOT надо выставить приоритет загрузки на нашу флешку, чтобы при запуске компа загрузка шла именно с этой флешки. Соответственно, жмем F10, ОК и ждем, пока комп перезагрузится и загрузится именно из-под DOS с этой флешки. Теперь делаем бэкап микрокода BIOS, для этого набираем команду afoDOS backup.rom. Это и будет наш файл бэкапа, который у нас появится потом на флешке. Далее ставим левый слэш и латинскую букву O и жмем Enter. Проходит пара секунд и готово, дамб уже у нас на флешке. Создаем на всякий случай копию нашего дамба BIOS и сохраняем в надежном месте, например на какой-нибудь отдельной флешке, если у вас нет второго компьютера. Далее нам потребуется программа UFI Tool и открываем в ней наш дамб BIOS. Нам надо найти раздел, который отвечает за оперативную память. Для этого нажимаем Ctrl F, то бишь открывается окно поиска, переходим на вкладку GUID и в строку поиска вводим следующие символы и далее нажимаем ОК. В нижнем окне программы видим, что раздел с такими данными найден. Нажимаем на него и открывается выпадающий список, где нам нужна строка PE32Image. Жмем на ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт Extract Body. Сохраняем в то место, где точно потом его найдем и подписываем для удобства словом RAM, чтобы было ясно, что это фрагмент микрокода BIOS, связанный с оперативной памятью, который нам и надо будет модифицировать. Эту программу пока не закрываем, далее нам нужен любой HexRedactor, с помощью которого открываем только что выдернутый файл RAM. Ну и чтобы быстрее найти нужную строку, нам идут на помощь ребята с сайта overclockers.ru, которые подкинули инфу о том, в какой строке нужно заменить пару байт. А именно, открываем поиск, переходим во вкладку HexValues и в строку поиска вводим нужную нам строку 3bd1.7e.06. Строка найдена, в этой строке 0.6 заменяем на 0.0, далее сохраняем полученный ROM файл. И снова возвращаемся в UEFI 2. Далее снова в строке PE32 Image, жмем правой кнопкой мыши и на этот раз нажимаем Replace Body, то есть заменить данный раздел и уже выбираем сохраненный после модификации наш файл RAM. То бишь заменяем наш PE32 Image на наш модифицированный RAM файл. Все готово, теперь нажимаем файл, сохранить и подписываем наш новый микрокод биоса, например как newbios.rom, то есть это новая версия микрокода биоса. Закидываем его на нашу загрузочную флешку и снова загружаем компьютер с этой флешки. На этот раз вводим строку afodos newbios.rom slash налево gun и жмем Enter. Внимание, пока идет процедура перезаписи микрокода биоса, надо чтобы питание компьютера не прерывалось, иначе можно откирпичить плату и потом восстановить ее можно будет только с помощью программатора. Эта процедура не сложная, но тем не менее может потребоваться программатор, поэтому осторожнее, питание должно быть постоянным. Ну и вот, стирание и перезапись флеш памяти биоса была завершена, компьютер полностью выключился и включился через пару секунд. После включения заходим сразу в биос. Далее идем в раздел северного моста и выбираем желаемую частоту. Я выбрал 1866 МГц, при этом никаких настроек напряжения памяти нет, однако, тем не менее память моя серверная DDR3 с частотой 1333 МГц запросто завелась на 1866 вообще без каких-либо проблем. Нажимаем F10 сохранить и перезагрузить. Компьютер нормально запускается, и давайте проверим в ID64 в тесте кэшей памяти, заработала ли наша память на нашей частоте и соответствует ли пропускная способность памяти, которая должна быть на этой частоте. И как видим, все в принципе нормально, все работает. Кстати, обращаю ваше внимание, что в моем случае была материнская плата, которая работает только в двухканальном режиме. Но если у вас нормальная X79 Turbo или допустим Huanan с четырехканалом, не путать с четырьмя слотами памяти, то на них процедура модификации биоса будет совершенно точно такой же. Только у вас пропускная способность памяти будет значительно выше за счет четырехканала. Но на платах с двухканалом эта процедура просто жизненно важна. Все ссылки на используемые программы лежат в описании к этому видео. Качайте и строго следуйте инструкции из видео. И помните, что все вы делаете на свой страх и риск, и никакие проблемы на меня вешать не надо. Если голова на плечах и руки не из задницы, то в этой процедуре нет ничего сложного. Сломать что-то можно только делая что-то не так, как показал я. На сегодня у меня все. Сейчас как обычно. Лайк или дизлайк, подписка или отписка. Пока. И да, спойлер. Эта плата будет использоваться в одном из следующих роликов. Для этого я сделал данный видос с модификацией, потому что там уже будет использоваться частота 1866 МГц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова